Ну что мне сказать по поводу этого мероприятия? На самом деле мероприятие в режиме правды прямой контакт, его суть-то в чем? Когда я сюда ехал, я не мог понять, что нам предстоит делать, потому что формат придумывался на ходу, он менялся. И вот то, что получилось, то получилось. Главная задача, конечно, это то, что... И вообще главный результат вообще проекта в режиме правды, то, что белорусы начали говорить о проблемах, искать их решения, белорусы просто начали обсуждать политику. Я не знаю, конечно, можете на меня обижаться, но до 2020 года белорусы были политически неграмотные в большинстве своем. И эти два года, они как раз-таки дали возможность... Вообще Беларусь повзрослела за два года, политически повзрослела. И как раз-таки вот в рамках этого проекта, и финализируя то, что мои там друзья и коллеги путешествовали по Беларуси, встречались с различными людьми, обсуждали какие-то политические, общественные истории. И вот этот финал, прямой контакт, потому что ценность вообще этого мероприятия, всех тех, в том, что действительно начался этот диалог, которого не было даже до 2020 года. Это очень здорово, что люди начали говорить. И самое главное сейчас, что у Беларуси действительно появился голос. И этот голос очень важно не потерять. Этот голос нужно сохранить, и этот голос нужно отдать. Отдать его на референдуме, за Конституцию. Ну, кто-то может с ней согласен, кто-то не согласен. Главное, этот голос, извините, не просрать. А можно еще такой вопрос задать? Скажите, а лично вам, какие из изменений в Конституции, которые мы ждем, за которые мы будем голосовать на референдуме, лично вам больше всего импонируют, являются актуальными для нас, современными? Ну, то есть, лично для вас, какие изменения в Конституции? Ну, я как гражданин Российской Федерации, я просто могу, скажем так, общее впечатление об изменениях в Конституции в Беларуси сказать. Ну, просто, ну, это назрело. То есть, я не могу что-то отдельно выделить. Там действительно очень много интересных историй. Ну, как раз-таки про историю, то, что очень важно сохранить историю, важно не допускать ее переписывания, то, что сейчас делают. И это задел на будущее для наших будущих поколений. А так, в целом, на самом деле, это очень нужная история. И мы же развиваемся. Ну, развиваются люди, идет, там, не знаю, у нас появляются новые гаджеты и так далее. Конституция тоже должна меняться и тоже должна развиваться вместе с нами. Спасибо огромное за мнение. Спасибо вам. Спасибо.